Продолжение следует... ...по поводу значимости Бултрушайтиса для истории культуры в целом и для искусствоведения в частности. Но, конечно, плохо обстоит дело с Бултрушайтисом, с его трудами в России, хотя в искусствоведческой среде он, конечно, известен и очень ценим, потому что доступны и английские, и французские версии его трудов. Мы в Институте истории культуры уже многие годы бьемся над тем, чтобы был опубликован перевод его книги о фантастическом в средних веках. Перевод существует, но существуют технические разного рода сложности. Но надеюсь, что это когда-то будет, потому что это уже бумага подписанная ректором. — Но это уже бумага подписанная ректором. — ...продолжение следует... ...продолжение следует... ...вместе... — Да, ну хотя бы что-то, чтобы было по-русски, чтобы студенты читали, потому что они, так сказать, не очень... Но должна сказать, что мое попадание, при том, что я очень ценю и у меня в свое время огромное впечатление произвели труды болтрушатеса, хочу сказать, что мое попадание в эту секцию на нашей конференции достаточно условно, потому что болтрушатеса я буду касаться только в самых общих чертах. Может быть, принцип вот такого широкого типологического сближения каких-то вещей вот на его фоне, может быть, прочитываем болтрушатес, так сказать, имплицитно. Речь пойдет о балканской модели мира и зооморфном коде этой модели мира. Должна сказать, что балканский бестиарий очень разнообразен и широк в изобразительном материале, и, как и многие другие вещи, связанные с балканской моделью мира, уникальное для этого региона складывается из универсальных элементов. В данном случае меня больше интересовало складывание этих элементов на синтагматическом уровне. А именно, мне показалось интересным, что именно в зооморфном коде возникает такое сближение, стяжение уровней высокой и низовой культуры традиционного и так называемого профессионального искусства. Это сближение, стяжение пространства аналогично самому ландшафту культурному и культурно осмысляемому, естественному. То, о чем так хорошо писала в своих работах Татьяна Владимировна Цывьян, когда говорила о съеживании этого городного ландшафта и сближении верха и низа, правого и левого. Нечто подобное происходит в области искусства. Но начну я свой доклад с анекдота. Анекдота в таком старинном смысле, в смысле забавного, смешного рассказа. Но не предполагаю, что аудитории будет смешной, потому что все основано на игре слов, а анекдот этот сербский. Но я думаю, что Светлана Михайловна, наверное, его знает. Начну я все-таки по-сербски, а потом переведу на русский язык все остальное. Однажды гнался за человеком волк. Сав из безумленного страха, человек сапопнен над древо, а волк ему прежде и каже. Весь в ужасе человек залез на дерево, а волк подошел и говорит, «Чуй, сиджи доле, я не сам обичан, я сам вук караджич». И он сказал, «Я не обычный волк, я вук караджич». Вук и волк. Значит, волк по-сербски – это вук. И человек слез с дерева и пошел домой. То же самое произошло со змеем. Змей преследовал человек. Оказалось, что это не обычный змей. А Йован Йованович Змай – знаменитый сербский поэт XIX века, любимец детей. И он тоже не сделал вреда человеку, который слез с дерева и пошел домой. Но на третий раз так все легко не обошлось, потому что за человеком гнался лев. И человек залез на дерево. Лев ему сказал, что «Я не обычный лев, а я лев толстой». Человек слез с дерева, и тут лев его схватил и съел. У анекдота есть так называемое «норавоучение» по-сербски – мораль. «Русским не следует верить». Какова бы ни была эта мораль, мы видим в этом смешном анекдоте, в наивной версии, в вербальном наиве, мы видим весь бестиарий в действии и на фоне очень глубинных архаических символов, как это не может смешно показаться. А именно это мировое дерево, человек на дереве – страшно глубинный символ. Это низовая зона хтонических животных, волка и змеи в частности. Это типично архаическая противопоставленность бинарности и тернарности. Волк и змея как истинные, против льва как ложного. И, наконец, это сближение низовой культуры, а именно народно-архаического пласта, с высокой культурой, с Караджичем, толстым и измаем. Именно это сближение в зооморфном коде я и хочу показать на своих. Вот это Вук Караджич, о котором шла речь. Вчера мы говорили о том, что мать Вука Караджича назвала его так, Вуком, потому что все его старшие братья и сестры умерли в младенчестве. И она сказала мать, что Вука вештится не сме, а уж Волка ведьма никак не съест. Вот еще одна полуанекдотическая история. Это хорватский примитив, называется «Мой Париж» 1957 года, мастер хорватского примитива. Он написал эту картинку, будучи первый раз за границей в Париже в 1954 году, а сам он просто крестьянин, не обученный в стране от школьной традиции. Вот он написал такую картинку. Можете себе представить, что через 50 лет администрация Парижа организовала такую акцию по экологической стрижке газонов. они пришли к выводу, что лучше использовать овец, чем газонокосилки, которые отравляют воздух. И это гораздо дешевле, экологичнее и эффективнее. И вот таков результат. Слева известная уже картинка, а справа – это картинка в Париже. Мы видим здесь предвидение наивного мастера, некое его предвидение цивилизационной истории. Но главное – это сближение этого высокого, в том числе и пространственно-высокого этой башни, знака высокой цивилизации, и овцы как маркера архаической зооморфной традиции. Кстати говоря, здесь еще есть один зашифрованный пласт сближения высокой и низовой культуры, потому что овец 12, среди них 13-е черное. Она едва ли видна на этой картинке. Это такая аллюзия евангельского предания. Это еще одна башня, которую он позднее написал. Уже с коровами. Тоже одна черная корова. Животных много, животные разные. Я сначала покажу материал хорватского примитива. Сама по себе поэтика примитива содержит в себе этот фактор сближения низового и высокого искусства, при котором возникает нечто третье, не полностью отличное от своих составных частей. То есть непереработанные части остаются в таком виде взвеси, отсылая то к низовому, то к высокому уровню. Вот это хорватский мастер примитива 60-е годы Эматиас Курени. Вы видите здесь весь бестиарий и мировое древо с очень правильным с точки зрения мифологической картины мира распределением зверей с птицей вверху, копытными в середине и так далее. Вот это еще одна картинка с мировым деревом. Вот еще такая картинка с птицей. Это, как вы видите, Ноев ковчег. А вот это Иван Генералич, тот же самый мастер, в которой мы видели картинку из Парижа пейзаж. Здесь ощущается в самом наборе фантастических животных и нефантастических отсылка к архаической традиции и к предыдущему примитиву, а именно к бестиарию возрожденческой резьбы в Болгарии и Македонии. Это чисто типологическое сближение. Оно не имеет историко-культурных каких-то основ, но тем не менее оно интересно как факт миграции мотива чисто на типологическом уровне. Вот это Алексич Драгутин, несчастная мать. Вы видите этот дракон, который совпадает с драконами, змеевидными львами и драконообразными масками опять же болгарском возрождении середины XIX века, которая оперировала как исторический уже примитив и архаическими сюжетами, и перерабатывала их в соответствии с влиянием позднебарочной традиции и народной иконы. Ламия так называемая. Справа мать Яскуриени «Цыганская любовь». Вы видите, что эти образы крылатых коней соотносятся с крылатыми существами, крылатыми драконами такими, на створках опять же из резьбы македонской, болгарской, возрожденнической. Точно также вот эти сюжеты, связанные с хтоническими существами, полусиренами, полудраконами, находят свое выражение в живописи полусюрреалистического плана. Тут надо сказать, что вспоминается предисловие Болтрушайтиса к его книге об аноморфических формах, где он мотивировал свой интерес к аноморфическим формам тем, что он сам был в это время погружен в стихию современного искусства 50-х годов, очень связанного с последним витком сюрреализма. Хорватский примитив тоже образовался на базе сюрреализма. Этих крестьянских мастеров обнаружили в их хорватских деревнях мастера из Загреба, левого искусства, которые в своем профессиональном творчестве проявляли интерес к экспрессионизму и сюрреализму в таком вот плане. Поэтому здесь можно наметить некоторое типологическое сближение между тем, о чем писал Болтрушайтис, и самой поэтикой хорватского примитива. Разумеется, в 1970-х годах это уже какой-то запоздалый отблеск сюрреализма 30-х годов. Хорватский примитив пользуется архаической семантикой «Рыб» как символ плодородности и женского тела. Здесь можно различить и другие архаические черты, например, эротическая композиция, так называемая развертка горизонтального дерева, когда две симметричные фигуры зверей возле вертикально ориентированного дерева Иван Генералич. В этом смысле хорватский примитив уходит корнями в позднезападное барокко, это вот святая Ефимия, покровительница монастыря и церкви в одном из храмов в Истрии, в Хорватии. И даже вполне современные художники, вот этот Петр Лубарда, знаменитый художник, знаменит он тем, что он первым, так сказать, эксплицировал этот шов, когда возникла ссора между Тито и Сталином, и Югославия встала на путь западного искусства, влилась в интернациональный ход современного искусства. Вот Петр Лубарда со своей полуабстрактной композицией выступил таким протагонистом этой новой культурной и художественной политики. Но интересно, что эта полубеспредметная вещь, тем не менее, сохраняет черты архаической, геральдической такой вот композиции симметрично друг к другу расположенных коней. То есть здесь архаические корни. Это черногорский художник. Фигуры некоторые в хорватском примитиве в сочетании с птицей образуют некий гибридный человеческо-птичий образ. На них переносится, сейчас я уже буду говорить о том, как переносятся человеческие черты на животных, на них переносятся некоторые психологические и психолого-физиогномические черты людей. Например, вот этот косой бык или подмигивающий бык, чоровый бык, так называемый по-сербски, по-хорватски, здесь представлен. А дальше уже пошли, собственно говоря, такие антропоморфные животные. Вот это музыкант мать из Курени в образе коровы. Вот это синтагматическая композиция, которая связывает семантические детей и змей, спасение детей и змея, авторское название. Тут важен паратекст, паратекстуальное начало изображения. А вот в этом вполне сюрреалистическом изображении заколдованного города в виде летящего над городом дракона различимы уже персонажи книг Балтрушайтиса. Например, Балтрушайтис приводит из «Ингеймский алтарь» в своей книге по поводу миграции китайских драконов и восточной зооморфной символике в Западное Средневековье и в позднее Средневековье, в начало Ренессанса. Мне показалось интересным сравнить эти формы, потому что они явно типологически сближены естественным образом. можно сравнить их и с Ираном. Вот слева картинка из большой книги о космологических картинах Челсидиса нашего коллеги, который часто бывает в наших краях. Рыба отмечена семантически в ряду сюрреалистического антропоморфизации. Это тоже антропоморфные изображения. Изображения тоже хорватский примитив, с элементами сюрреалистической метафизики в связи с животными. Это таким сложным аллегорическим образом иллюстрированное предание о Косовской битве. Справа турецкий памятник, слева сербский памятник этой битве. Ну и наконец, по поводу аноморфических форм полтрушаицы приходит в голову, что эти развернутые горизонтальные формы, зооморфные формы представляют собой как бы антианоморфическое развертывание, скрытое уголтрушаицы. Поэтому можно долго рассуждать о том, как сюрреализм повлиял, вообще практика художественная влияет на исследовательскую стратегию. Дальше мы переходим, собственно говоря, к этому плану сближения высокого и низкого. Вы видите такое ироническое изображение евангельского предания в этом распятом петухе. А здесь картина, которая названа Иваном Генераловичем «Хлебенская мона Лиза», впрямую пародируется высокое искусство. Другой пример уже, оставляем сейчас хорватский примитив в стороне, другой пример сближения высокого и низкого в зооморфном коде встречаем у современного хорватского живописца Светлана Юнаковича. Я специально сохранила здесь название его картин, снизу Светлан Юнакович Хермелин, потому что они имеют игровую природу, они датированы так же, как его прототипы из классического искусства. Вот это Вермеер и овца Юнаковича, вот это Дюрера «Автопортрет» и «Лав» — «Лев» Юнаковича, и вот это «Давид» — «Смерть Марата» и «Пиля» — «Цыпленок» Юнаковича, а вот это портрет «Мадам Рекамье» и Светлана Юнаковича «Пас» — «Собака». Наконец, Джорджет де Латур «Шулер с бубновым тузом» и Светлана Юнаковича «Гус, падка и две птицы» — «Гусь, утка и две птицы». Традиция эта не нуждается в комментарию в свете предыдущего доклада. Эти зооморфные образы, начиная со Средневековья и с поздней античности, были широко распространены. Эту картинку мы уже видели в двух предыдущих докладах в плане физиогномики. Но нас интересует больше сближение культур и морализаторство, то, которое мы в такой шутливой форме видели в анекдоте, в котором я начала доклад. Тициана Аллигория «Благоразумие». Балтрушайтис приводит ее в свои книги, говоря о трицефальных изображениях, о традиции этой трицефалов в поздней античности и в Средневековье. Я скажу, что и у скифов есть трицефалы, изображение хтонических богов. Здесь интересен параллелизм человеческого и звериного, и скрытая ирония по поводу споров о Святой Троице. Именно это ироническое, аллегорическое содержание в этой картине Балтрушайтисом отмечается, акцентируется на этом внимание. Поэтому мне показалось интересно в качестве последнего примера обратиться к такой иронической аллегоричности в творчестве современного, недавно скончавшегося крупного сербского мастера Мичи Поповича. Вот это вы видите совсем не Мичи Поповича, как вы видите, это Петер Брейгель-старший обезьяны 1962 года, аллегорическая композиция порока человеческих страстей, тщетности, усилий и всего такого, что соотносится с библейским образом обезьяны, а вот это то, как вот этот высокий образ библейский трактуется Мичи Поповичем. Слева курильщик, справа строитель. Мичи Попович принадлежал к слою элиты сербского общества, выступавшей как оппозиция по отношению к официальной югославской политике. Он входил в группу таких крупных политических оппозиционеров, как писатель Чосич, как политический деятель Джилас, как замечательный лингвист Павли Ивич. И он в своих композициях, в частности в серии с обезьянами, раскрывал тщетность, хрупкость и порочность современной политики югославской. Так что здесь мы видим развернутую политическую, идеологическую метафорку в образе этих обезьян, опирающихся, несомненно, на традицию возрожденческую, позднесредневековую Брейделя. Это еще один способ метафоризации в заморозном коде. Гвозден — собирательное имя югославского рабочего, гастарбайтера, жертвы политики югославских властей. Гвозден спасает пудель или общая частная теория относительности. Наконец, вот эта картина на фоне Нью-Йорка, на фоне Манхэттена. Равновесие здесь уже обыгрыванию и ироническому снижению подвергается весь пласт европейской политики, противостоянию новых миров, времени холодной войны и так далее и тому подобное. все, что можем об этом сказать, мы знаем. Спасибо большое. Практически это все, что я хотела сказать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...